В Дании в центре скандала вновь один из зоопарков. Там решили на глазах у всех желающих препарировать льва. Подобный случай в стране не первый, еще в памяти жираф Мариус, которого умертвили при публике. В этот раз ее интерес не меньше. И посмотрите, сколько детей. Мнение за и против таких показов собрал Павел Матвеев. Эта тема столь деликатна, что всякий раз, когда датчане к ней возвращаются, разгораются яростные споры. Этично или неэтично, полезно или вредно, нормально или переборно. Зоопарк в Одонсе анонсировал вскрытие льва широко и заранее, вызвав бурю. Комментарий на его странице в фейсбуке приводить точно не стоит. Достаточно процитировать сообщения администрации. Мы приветствуем дискуссию о препарировании льва, но мы не приветствуем ругань и взаимные оскорбления. Такие комментарии мы будем удалять. Позиция зоологов-прагматиков, наверное, выглядит логичнее позиций противников идеи. Льва усыпили еще зимой, положили в морозильник. Это стандартный контроль за численностью животных в неволе. Почему же не устроить детям открытый урок анатомии? Силком никто не гонит, не хотите, не приходите. А пришли сотни людей. У нас был выбор. Был лев, которого нужно было убить, поскольку их у нас стало слишком много. Его можно было убить и отвести в тушу на уничтожение. А можно убить и препарировать в научных образовательных целях, чтобы дети увидели, как лев прекрасен. Но противников у этого юного натурализма все равно больше. Логики. Они противопоставляют ощущения, а те шепчут, что-то тут не то. Сами дети подсказывают, что именно. И чересчур напряженными взглядами, и словами, от которых не очень по себе. Здесь очень здорово. Правда, я сначала подумала, что это странно и страшно. Мне не сказали, будет лев жив или мертв. Потом узнала, что мертв и успокоилась. Животных, конечно, препарируют везде, в тех самых научных целях. Но только в Дании устраивают из вскрытия открытые для публики шоу. Это ведь в Копенгадине, несмотря на многочисленные протесты со всех концов света, позапрошлой зимой демонстративно убили бедолагу жирафа Мариуса. Опять же, на глазах детей, как и сегодня, натягивающих на лица куртки. От запаха, страха, брезгливости. Именно там Мариуса скормили львам, а потом добрались и до львов, разделав и их туши. В конце концов, именно в Дании всего два дня назад точно так же препарировали дикого кабана. Я хочу быть врачом, поэтому мне это все очень интересно. И даже если бы все юные зрители хотели стать врачами, споры вряд ли были исчерпаны. Все равно говорили бы, пусть это будет только делом будущих врачей. Стоит ли звать на каждое такое мероприятие телекамеры, транслировать на весь мир и переходить хрупкую грань, данную нам в ощущениях, при всем понимании холодной логики датчан. Павел Матвеев, Первый канал.